АЧАКОВ ТВ АЧАКОВ ТВ представляет Добрый вечер Здрасте Откуда вы? В Калифорнии Тогда у вас добрый день или доброе утро? Да Как погода в Солнечной Калифорнии? Жарко Жарко У нас только закончилась жара 29 августа И уже сейчас похолодание Плюс 16 В России В России Россия большая, разные есть регионы А знаете такой город? Димитровград Димитровград, ну конечно, это Жульяновская область Класс, класс Димитровграда вообще три в мире В Сербии, в Болгарии и в Ульяновской области Бывали у нас? Нет, не было В Ульяновске, в Самару, Тольятти Был в Тольятти, в Самаре был, да В Ульяновске не было Там длинный очень мост, два километра То есть в советское время считалось там один из длиннейших мостов через Волжское водохранилище И в Ульяновск на двух, то есть стоит в странах В водохранилище Вы откуда переехали в Америку? Ну, я родом из России сам Какой у вас город был? Я родом из Сибири Скажите, если не сложно Новосибирск Новосибирск, Новониколаевка Бывший город, то есть бывший населенный пункт, как проложили дорогу и соответственно сейчас он считается третьим городом в России Центр Сибири Да, да, да Столица Сибири, да, согласен Был много раз в Академгородке, вот был в компании Вектор, которая разрабатывала вакцину И, собственно, нравится Новосибирск Но климат, конечно, достаточно серьезный Ну, вы считаете, в Ульяновске лучше климат? Ну, да, конечно, в Новосибирске по суше там Вот, так в том-то и дело В Новосибирске сухой климат, конечно Ну, постоянно вот это давление, то есть температура, конечно, сложно Слушайте, вы мне лучше вот скажите насчет Украины Вы же следите за событиями, наверное, да? Да, я общаюсь, выбираю страну Украины здесь, чтобы пообщаться Вот, видите, вот у меня такой вопрос интересный Если вы знаете, что вот пару дней назад буквально Страны Большой Семерки Приняли положение о том, что они будут Ограничат цену нефти Да, цену на нефть И как вы думаете, ну, я даже вам не буду рассказывать, если вы знаете, о чем речь Значит, вопрос следующий Насколько это может повлиять на экономику России? Я думаю, сильно не повлияет Я думаю, вообще не повлияет Там, знаете, даже формулировка другу такая Они предлагают ограничить верхний потолок цены на нефти А источник, то есть, как это они будут ограничения Они, то есть, все грузы же во время фрахта застрахованы Они предлагают компании не страховать груз в перевозке нефти Если там цена будет указана выше значения По сути, это такая, знаете, то есть Они, все основы рыночной экономики То есть, что у них прописано в Конституции И вообще, то есть, как устройство мировых держав у англосаксонов Они, то есть, ну, по сути, признали У кого? У кого в Конституции прописано? Ну, в Конституции, конечно, извините, я здесь загнул Но, мне кажется, основная ценность Это вот как раз рыночный спрос Любой страны Свобода рынка Ну и, собственно, то есть Ну, это же, это же, это же, вы понимаете, что это санкции Санкции, какое отношение санкции имеют К рыночным отношениям? Аж никакого Вы в каком году приехали? Какая разница, подождите Мы с вами обсуждаем тему Вы начинаете сейчас Ну, а мне надо, чтобы аргументировать Я тебе хочу аргументов Аргументируйте, аргументируйте Хорошо Мы под санкциями с 2014 года Да, но только санкции могут быть такие Могут быть такие, могут быть такие А могут быть вот такие, понимаете? Санкциям нет предела Ну, любое ограничение, оно рождает То есть, второй закон Ньютона То есть, сила... А при чём тут законы физики К законам отношений между цивилизованным миром и диким, понимаете? Смотрите, я вам расскажу, значит, чем это закончится Значит, это закончится тем, что... Значит, что, во-первых, сказали страны Давайте проясним Страны большой семёрки Которые составляют, как вы понимаете, более 70% ВВП мирового Они сказали, что те страны, которые будут покупать цену нефть у России Выше установленной А установленная цена, она не была озвучена Но считается, что она не будет выше 40 долларов за баррель Она может быть и 30, может быть и 20 Тут я не буду фантазировать, я не знаю Но, предположим, 40 сделали, да? Так вот, любая страна, которая будет покупать по этой цене Выше, чем по этой цене Она будет облагаться санкциями Вот этой самой большой семёрки Которая и составляет основу Мировой экономики Как вы думаете, какая страна Захочет покупать дороже, чем по 40? Тем более, все страны понимают А зачем мне действительно покупать? Я немножко подожду, Россия никуда не денется Начнёт продавать именно по этой цене И эти страны все выиграют То есть, проиграет в результате по кругу Только Россия Мои тезисы давайте я вам аргументирую Давайте, конечно Хорошо То есть, первый посыл Я считаю, что мир уже глобальный Что нет возможности таких местечковых игр То есть, товары, которые мы с вами каждый день пользуем Произведены в разных странах И поэтому ограничение какой-то выделения То есть, какой-то страны из этого рынка Практически невозможно Для примера, то есть, аргументы я хочу вам сказать Товарооборот с Турцией за 9 месяцев Вырос в 2,5 раза То есть, Турция, по сути, стала таким хабом Мы сейчас не об этом говорим Мы говорим об ограничении цены на нефть Я вам подвожу к этому Если говорить политические, соответственно То есть, ну вот Та политическая, извините, возня Привнишает чуть-чуть И, то есть, ценность капитала Я считаю, что капиталисты правят миром То есть, все политики Не знаю, возьмем Америку, Европу По сути, влияют То есть, под пятой капитала находятся Транснациональных корпораций Поэтому сказать, что капиталист Будет что-то ограничивать В чем-то терять деньги Вот на примере всех компаний Икея, Кока-Кола Которые уходили из России Пытаясь даже, знаете, говорить Это 2% от нашего оборота в мире В итоге они все остались Через прокладки Поэтому Индия А кто вам сказал, что Икея осталась? Ну, вот у меня последние данные Что Икея остается Откуда у вас эти данные? Можно ознакомиться с ними? Так, ну я вам сейчас скинуть Не готов прямо сейчас А, это Скобеева вам сказала, да? По всей видимости Нет, нет, нет Или Киселев кто? Если вы в Самаре были То, ну, вы видели наверняка То есть, ну, наверное, в последнее время не были То там вот Икея у нас последние 10 лет стоит На въезде в Самару Икея официально объявила Что она уходит полностью Из России Все, точка И других никаких после этого заявлений не было Зачем натягивать сову на глобус, вы пытаете? Ну, я могу сказать, что Икея не уйдет Я думаю Она уже ушла Ну Более того Во многих Во многих этих самых Она, по-моему, даже уже продала часть своих филиалов Так вот Некоторые даже, которые купили Уже как-то назвали иначе Вот здания-то остались Оборудование осталось Уже как-то назвали И уже какую-то хрень там лепят Уже я видел репортажи Что вместо того, как Айкея Очень дешево По доступной цене Довольно неплохого качества Продавала вот эту ширпотребную мебель Что сейчас там какое-то Заплесневевшее Которое невозможно сложить Дерьмо, блин Российское Ну, как россияне умеют делать Вот и все Я уже видел эти репортажи О каком возврате икеи вы говорите? Давайте в поле все-таки Цивилизованного разговора Оставаться в логике Я понимаю, что эмоции захлестывают Давайте, конечно, давайте Я думаю Мне, знаете, тяжело общаться с эмигрантами Я вам выскажу свою точку зрения Не принимайте к себе Я просто обожаю Да, меня не интересует Тяжело общаться с эмигрантами Мы сейчас обсуждаем какую-то тему Мне желательно говорить На эту тему Не отвлекаясь Это не имеет значения Эмигрант я или нет Ну, вот Общаясь с эмигрантами Я столкнулся Так называемая Эмигрантская болезнь Когда человек Да ради бога Зачем вы даете кому-то Личностные оценки? Вы не хотите обсуждать тему Которую мы сейчас обсуждаем? Я вас попросил Сейчас прокомментировать То, что Большая Семерка Сказала, что будет Откладывать санкции На любую страну Которая будет покупать У России нефть Дороже определенной Вам нечего сказать в ответ, да? Здоровья вам Всего доброго Понятно Вот и все Вот и все Вот и закончились Все его объяснения Он вместо того Он вместо того, чтобы дать Четкий ответ Которого у него, конечно, нет И быть не может Потому что Большая Семерка Это больше 70% Мирового ВВП И она просто Обложит санкциями Любую страну Включая Китай И Индию Там Кого угодно Кто начнет покупать По цене дороже Установленной И ни одна страна Ни Китай Ни Индия Ни Бразилия И не захотят ссориться С этим положением Большой Семерки Это бред Чистой воды Понимаете? Поэтому Человеку, естественно, нечего сказать Он начинает Вот вы все иммигранты такие А вот такая Глобализация А вот нарушение Конституции Мировой экономики То есть он будет придумывать Высасывать из пальца Все, что угодно Лишь бы придумать Какое-то жалкое оправдание Но Поэтому он и слился Он так Человек вроде Не самый глупый Он понял, что У него нет аргументов Ему Нечего возразить Просто Поэтому, чтобы не выглядеть Глупым до конца Он ушел Ну и правильно сделал Ну сейчас попытаемся Еще кого-нибудь спросить Кстати Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok